Радио Болткома Здравствуйте, вот вопрос такой, у нас два подвала идут параллельно, да, и два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы, это вопрос, наверное, не домоуправления и даже не жильцов Я понял вопрос Спасибо В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос, у меня был господин Сидорко, я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги пристали У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Ну таков наш закон Добрый день, уважаемые слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Как всегда, на все коммунальные темы, вопросы, что неясно, что вызывает беспокойство Где какие-то у вас возникают проблемы Вы всегда можете получить консультацию Позвонив в наш прямой эфир 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Это два телефона, две линии прямого эфира И есть еще возможность писать нам в WhatsApp На номер 2-3-0-6-1-9-1 2-3-0-6-1-9-1 Пишите, мы получаем ваши сообщения Обязательно их озвучим в эфире Зададим нашим экспертам И мы, как всегда, просим на эти вопросы ответить Председателя Центра консультации собственников квартиры Председателя Кооператива Бака-2 Сергея Сидорко Здравствуйте, добрый день Доброе утро Доброе утро И также Айварс Гонтарев, надеемся, тоже присоединиться к нам Бывший руководитель Ригеснаму Парвелтникс Ну и начинаем принимать звонки Здравствуйте, доброе утро Доброе утро Будьте добры Это вдогонку предыдущего эфира По поводу реновации Вот у меня два, я не знаю, вопроса или соображения Значит, когда рассказывали по поводу тех двух вредных бабулек Которые переубедили несколько десятков жителей в своем доме То интересно было узнать Насколько убедительны и логичны оказались их доводы По сравнению с красивыми картинками Алтумс Это одно Второе Вот господин Сидорко совершенно правильно сказал Что, значит, если люди хотят бесплатно получить, допустим, реновацию То это заблуждение Все равно оплата пойдет из наших налогов На что я подумала И слава богу Налоги пойдут в таком случае на благое дело А не на столбике На Бруненнику Из наших налогов На преувеличенное количество велодорожек по Риге Тоже из наших налогов И последний всплеск креативности Рижской думы Это переделать в очередной раз заново Все навесы на остановках транспорта А кто-нибудь спросил вообще людей Как бы хотят они тратить свои деньги вот на такую бредятину Причем навесы, аргументация Среди прочего, не должны мешать тем, которые топчатся тут на остановке Созерцать памятники и красоты Риги И уже на создание образца только То есть рисунок, наверное, какой-то Потребовалось 6,5 тысяч евро Спасибо Вот всем удачи и здоровья Спасибо, да Ну давайте начнем, может быть, сначала, с первого Ну давайте начнем с первого Ну, наверное, раз бабушки переубедились Значит, у них была аргументация Я хочу сослаться на одну известную фразу Которую я услышал в эфире В одном из эфиров О том, что у того, у кого говорит правда Очень слабая оппозиция Потому что у него, ну, только Единственный набор аргументов Почему это так А тот, кто, извините Искажает эту правду Если не сказать грубее То у него вариациях куча Он может все, чего хочешь Это первое Второе На самом деле Вопрос же не в том, что Кто вам какие картинки рисует На сегодняшний день Во всей Латвии В городе Виге Достаточно примеров Где можно пойти и сравнить На практике На счетах Поговорить с конкретными людьми Которые живут в этих домах И квартирах Зачем ссылаться Вот нам кто-то рисует красивую картину Да не рисуем мы вам ничего Мы вам излагаем факты И факты эти очень простые Если сделаешь так, то будешь В таком положении А если не сделаешь, то будешь в таком Дальше вам сами надо Думать и сравнивать И принимать решения В конце концов Кроме вас Никто не примет решения Если мнение Скажем Определенных активных людей Перевешивает Мнение то, что надо делать Ну значит Такова ваша воля Теперь о том, что там Налоги Ну да За счет налогов Я бы тоже поприветствовал Но здесь есть очень большая проблема Почему эти налоги Нужно направлять Только на жителей Многоквартирных домов Платят налоги все В том числе Жители индивидуальных домов А почему им не оказывать Тогда помощи Беззначительная честь Жителей Латвии Живет в индивидуальных домах И тут начнется целая цепочка Так что Подарок есть подарок То, что Европа дала Это был подарок Кто просто хотел воспользоваться Насчет столбиков Комментировать не буду Просто меня несколько смутила цифра Сейчас Министерство экономики Опубликовало Расклад этих Миллиардов 803 миллионов евро Которые приходят В качестве помощи Из них 600 с чем-то миллионов Выделяется На зеленые проекты Ну и Из этих 680 миллионов Только 58 И дается На реновацию домов Грубо говоря Это реновация 20 домов Ну хороших Солидных домов Ну вот вам и соотношение Остальное Уйдет наверное Ну ближе к столбикам Ближе к Лужайкам Которые сейчас Начинают пропагандировать Ну и еще наверное Электромобили Саряты И все прочее То что Ну не знаю Насколько это актуально Основной массе Жители Иланды Ну такое будет Надо смотреть Но на сегодняшний день Вот по программе Которую они публиковали Я ничего не могу сказать Может быть Айвар может сказать Может он успел Ознакомиться А вот По раскладам Меня эти цифры Смещают Да А получается Что всего 20 домов То есть вот По этому раскладу Всего лишь 20 домов Смогут воспользоваться Европейскими деньгами Для реновации Я отсужду Из предыдущего То что было Что 50% Софинансирования Если мы берем 70-ти квартирный дом То его примерно Сегодня реноваться Около 4 миллионов Ну половину Значит 2 миллиона 28 домов Сколько там 28 домов Вот вам И 58 миллионов Улетел Ну примерно Такой расклад Но я не знаю Точных условий Айвар Ты почитал? До конца нет Но Ну Будем Наверное Открыты Реновация Жилых домов В Латвии Никогда не было Приоритетом Никогда не было Одного Ответственного За все эти Процессы И это Распределение денег Ну она Просто Лишним Еще раз Доказывает Это Да Там Сам Аутум Наверное Тоже Там Правление Аутум Сейчас занято Чем-то Другим Да Каким-то Другими Направлениями Но Так Чтобы Мы видели Что они Бьют В груди И говорят Что Восстановление Латвии Восстановление Риги Это наш Приоритет Так же Нет Да Я думаю Все это Отражается Во всех Остальных Процессах То Что мы Вот Уже В нескольких Передачах Тоже Говорили О том Что Важна Непрерывность Процесса Между программами Между теми Штарами Программами Которые Через Аутум Идут То Деньги Есть То Их Нет То И то Они Опять Будут Но Про Другие Условия Так как Весь Процесс Он Растянут Все На шкале Времени Да Там Люди Голосуют Про Конкретные Условия Про Конкретную Проектную Документацию Техническую Документацию Потом Оказывается Уолтамодень Кончается И Новая Программа Уже Поступает По Другие Условия И Документацию Нужно Выкидывать Это Просто Показывает Отношение Государств Я думаю Что Никто Не сказал Что Вот Мой Приоритет Это Восстановление Домов И Голосуйте Смело Деньги Будут Условия Будут Меняться Только Улучшаться Где-то Энергоэффективность В последнем Месте Наверное Так Я могу Просто Прокомментировать Ну Я бы Еще Позволил Все такое Если бы Узнать Сколько По всей Латвии Затрачено Последние Два Года На велодорожке И Прочие Прелести И Сколько Выделено На Реновацию Домов Вот Ажи Рига Сейчас Занимается Столбиками Я не хочу Спорить Здесь Нужно Не Нужно Но Я знаю Что На то Чтобы Помочь Людям В ремонтных Работах Выделен Миллион Вот Интересно Сколько Ушло На столбики И Энерго Энерго Условить Преусловие Если Здание Будет Приведено В порядок Ну Вот Давайте Сравним Сколько Нам Сэкономили В плане Эмиссии 200 Велосипедистов Которые Едут Свободно По тротуарам На улице Чак Не глядя На то Что Несмотря На то Что Есть Дорожки И Сколько Сэкономили Тень Жалкие Там 30-40 Домов В городе Виги Которые Были Реновированы Вот Сопоставьте Эти цифры По эмиссии Все станет Сразу Ясно Но У меня Вот Сразу Возникает Вопрос Вот Если Выделено Денег На Примерно Вот Мы Сейчас Можем Озвучить 20 домов Но Тем Не менее Мы Видим По Опыту Прошлых Лет Что Люди Не Выстраиваются В очереди И Даже Может Быть Сейчас Когда Мы Озвучим Эту Цифру 20 Домов Люди Не Бросятся Вставать Чтобы Успеть Попасть В эту Заветную Двадцатку И Не Оказаться 21 Или 22 В очереди Почему То Получается Что Людей За уши Нужно Тянуть Уговаривать И Объяснять Им Их Выгоду Может И Не Нужно Этих Денег Раз Не Проявляют Люди Такого Интереса Но И Бог С Ними Давайте Скажем Так Я думаю Что Эти 58 Миллионов Разлетятся Как Горячие Пирожки Сезон Голода В момент Потому Что Есть Дома Которые Приняли Решение Которые И Документацию Которые Не Попали В Предыдущие Программы И Это 20 Домов Это Капля В Морь Это Уйдет Вопрос Не В этом Понимаете Это Вопрос Немножко В Другом А Что Мы Хотим Мы Хотим Снизить Эмиссию СО2 Есть Главный Имитент Значит Должна Быть Программа Как Я Устойчивая Стабильная Программа Мотивирующая Людей Мотивация Может Быть Разная Может Быть Пряником А Может И Кнутом Но Она Вело Латвийское Агентство По Инвестициям Они Наладили Конвейер И там Все деньги Уходили Достаточно Быстро Да Плохо Шел Процесс В Риге Но По всей Латвии Процесс Шел Очень Хорошо По всей Остальной Латвии В Риге Имеет Свою Специфику И В Риге Можно Ну Применять Может Немножко Другие Механизмы А На самом Деле Когда Начал Аутру То Они Начали Все Весь Опыт Агентство По Инвестициям Выкинули Сказали Все Переделаем Переделали Бумаги И условия Подачи Этих Бумаг Понимаете Но если Нужно Утеплить Стену Определенной Толщины Утеплительным Слоем Сколько Ты не Пляши Ты другой Программы Не придумаешь А можно Придумать Ограничение Что Если Ты Там Чего Где-то Не написал Запятую К точку Не поставил То ты этих денег Не получишь Или тебе Надо Переделать И фактически Получилось То Что Тот Кто успел Подготовить Проекты Для ЛИА После этого Эти проекты Просто Перештамповывал За деньги Полноценного Проекта Просто писались Другие Даты Потому что По сути Ничего не Менится Ну и Еще один Пример Ну давайте Возьмем У государства Нашлось 140 Или 180 На то Чтобы Разработать Проект Нового Многоквартирного Энергоэффективного Дома На это Нашлось А вот На то Чтобы 15-20 тысяч Чтобы разработать Один проект Реновации Существующего Северного Дома Этих денег Так и не Нашлось То есть Новые дома Строите Пожалуйста Энергоэффективные А если Вы хотите Делать Реновации Старого Дома То делайте На каждый Дом Индивидуальный Проект Ну это Ерунда Это Типовой Проект Нужно Привязывать К каждому Конкретному Дому Ну бывают Какие-то Небольшие Различные Но по сути Делать Если Это 464 Северная Которая Очень Распространена Ватой То там Все равно Чертежи Одни и Те же Абсолютно Одни и Те же Но Каждый Дом Проектируется Как Индивидуальная Строитель Так Нужно В Эстонии Наоборот В Эстонии Давно Уже Опубликованы Типовые Проекты И Каждый Кто хочет Участвовать В этих Программах Просто Привязывает Этот проект Своему Дому Сделает Связку Смотрит Чтобы Серия Соответствовала Чтобы Размеры Соответствовали А действительно У наших Соседей Есть ли Данные О том Насколько Наши Соседи Решают Эту Проблему Может быть Не стоит Изобретать Велосипед Просто Взять Опыт Да Наши Соседи Много Решают По другому Кто Будет Брать Этот опыт Они Меньше Денег Дают На Софинансирование Они Жестче Выставляют Условия Сейчас Хочешь Получить Софинансирование Ты должен Делать Дом Под другим Немножко Требованием Чем у нас Не только Энергоэффективность Ну и Воздухообмен Обеспечить Там Они Свои Они Выдвигают Условия Ты хочешь Получить Деньги Хочешь Сделать Вот Пожалуйста Делай По нашим Условиям Но дают При этом Прикладывают Типовые Проекты У нас Сегодняшний День За счет Того Что я Вкладываю Деньги И фактически Я Вместо Того Чтобы Потреблять Много Тепла И быть Эмитентом СО2 Я Вкладываю Деньги В то Чтобы Возвращать Банку И не быть Эмитентом СО2 Затраты Практически Остаются Те же Самые Что были До Содержания Дома Просто Потоки Распределяются По-другому А здесь Ищут Экономическую То есть Уже Даже В Волтамурской Последней Цели Было Главное Не Сократить Эмиссии Вот Если Смотреть Вот Тебе Не давали Денег Если Твой Проект Был Экономический По Их Параметрам Не Выгоден Что там За выгоды Не знаю Ну Соотношения Инвестиции Целые Профессора Сидели И хитро Улыбались И говорили Что да Все должно Окупаться Я напоминаю Нашим Слушателям Телефоны Прямого Эфира 67212 93 9 67213 93 9 В прошлой Программе Мы были Вынуждены Даже Прекратить Принимать Звонки Потому что Как раз Под конец Передачи Как-то Оживилась Аудитория Начали Сыпаться Вопросы И даже Мы не успели На все Вопросы Ответить Поэтому Я призываю Вас Активнее Звонить Спрашивать Что непонятно Здравствуйте Пожалуйста Вы в эфире Человек Бросил Тропку 67212 93 9 67213 93 9 И также Можно писать Нам на номер 230 6191 Я Хочу Может быть Задать вопрос Который Не успел Прозвучать В прошлой программе Может ли Управляющая компания На свое усмотрение Взять кредит Сделать капремонт Без согласия Старшего по думу И повесить этот кредит На владельцев Жилья Вот спрашивают Здесь вопрос Немножко по другому Надо ставить Управляющая компания Обязана проводить Неотложное время То есть Эти неотложные Что такое Неотложный ремонт Он прописан В правилах Кабинета министров Они обозначены Скажем В нормативных документах Ну такое пример Пожарная безопасность Нужно ли делать Насколько опрос Потом защитит Отвицательный результат Опроса Управляющей компанией Потому что Дом должен По всем нормативам Находиться Постоянно В безопасном состоянии В такой ситуации Если дом Игнорирует То что Предлагает Управляющая компания Управляющая компания И вправе Пригласить эксперта Который Сдаст заключение О том что Дальнейшая эксплуатация Дома Невозможно Без производства Таких тех или иных Работ Управляющая компания Просто информирует Собственников Производят Эти ремонтные работы И Предъявляют Счет Собственникам квартиры За счет кредита Делаются эти работы Или какие-то Отложенного платежа Или еще каких-то средств Это никого не волнует Неотложенные работы Должны быть Выполненные У меня Вижу что есть звонок Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Что касается Реновации То тут Действительно В Риге Проблема в том Что наверное В Риге Слишком много Таких бабуль Которые Вот С таким мышлением Почему-то Валмеры Лепая Могли И там И все было доступно И все Хорошо Произошло Но Господин Фидор Ко мне такой Совсем другой вопрос Вот тут время от времени Возникает вопрос Чветов возле домов А скажите пожалуйста Вот дома Которые вы обслуживаете Там есть Ну такие Уже клумбы Чветов И вот Как там Все это происходит Скажем Полочь надо И поливать А за эту воду Это пойдет Как разница Как люди на это реагируют Или у вас Таких проблем Вообще нет А если есть Вот как Это все происходит Спасибо Ну есть несколько энтузиастов Которые под своими окнами Вы же знаете Прекрасность Фасадной части Есть узкая полоска земли Между домом И тротуаром Вот на этой зоне Там есть несколько Домов Где есть энтузиасты Которые Оборудуют там Клумбы Что-то еще Никаких проблем нет Люди Ухаживают Сами Сами разводят Огородник Садик Сами за ним Ухаживают Вопросов нет Борьбы нет Хуже немножко С кустами Кусты которые Посадили там Сирене Допустим Близко к домам То они Со временем Во-первых Стареют И Начинают затенять И не все этим довольны И периодически Приходится Эти старые кусты Вырезать Поскольку это кустарник Он через год-два Отрастает опять И сирене опять появляется Вот когда ты начинаешь Вот это дело Подрезать Вот тут начинается конфликт Кто-то считает Что не надо трогать Хотя эти растения Но они требуют Подрезки Чтобы они Обновлялись А так в принципе Я не вижу здесь повода Для конфликта Это скорее всего Личностные отношения Они одна управляющая компания Не верю Я в тот тезис Что управляющая компания Бегает Где-то там Кому-то специально Уничтожает Скажем Газоны Или клумб На самом деле Другое дело Когда начинается На Тевитове Где предусмотрен Покос Начинается Высадка Всяких островков Вот это усложняет Работу Иногда Бывает не огорожено Ну тогда Могут и покосить А у нас Есть следующий звонок Здравствуйте Мне повезло Знаете Вот Самое главное А вот Это лето Поливать надо Как они поливают Ночью Со своей квартиры Или там есть Кран внизу Где можно подключиться Это уже будет Пойдет на всех жителей Потом Это как разница Вот это мне важно Спасибо Спасибо У нас есть кран Который Для ухода За общими территориями Для уборки Который имеет доступ Только дворник Он оборудован Счетчиком И соответственно Там известно Сколько дворник Потребляет На выполнение Своих Должностных Обязанностей Доступа У жителей К таким Свободным кранам Что они поливают Скорее всего Обычно этим занимаются Жители первого этажа И как правило Они поливают Сами Из своей квартиры Хотя Чтобы надо было Поливать За счет дома Я здесь Проблемы Большую Там Ну Выльется Ну 200 Да Пожалуйста Алло Доброе утро Доброе утро Будьте любезны Может быть Не совсем Но больше Некому сказать Кроме вас Остановка Кронвальда Пользуются Пятый трамвай Туда приезжают Люди На 7-11 Студентов Дополна Конечно Время Заниматься Столбиками Которые там Нашлепали По всему городу У нас Сняли Укрытие Сняли На остановке Лавочки И вот Люди Сидят Как дикари Ну Неужели Голова Ни у кого Не болит Что сломать Легко А Зачем Ломали Вы меня Поняли Наверное Моё Нервную Да Ну Столбики Есть время А то Что люди Сейчас Под дождем Под солнцем Всем А людей Здесь Очень много Собирают Я Кронбольда Остановку знаю Помогите Чем-то Хотя бы Больше Некому Сказать Кроме вас Спасибо Большое Спасибо А что здесь Скажешь Думайте За кого Голосуете Вот и все Больше Тут ничего Сказать Меня вообще Поражает Внешний Облик Виги Который Сейчас Как-то Нечисто Стало Не знаю Это связано С политикой Или еще С чем-то Но Проезжая По привокзальной Площадь Из которой Хотят Сделать Пешеходную Через Линезон Я вижу Что все Мусорники Переполнены Из них Валятся И вокруг Накиданы Раньше Как-то На этом Взгляд Не фиксировался Значит Скорее Всего Не было Сейчас Полно Ну так И здесь Ломать Не строить Потом построить Но Я хочу Сказать Что Здесь Не знаю Это не к нашей Передаче Да Тут скорее Все таки Другая тема Нам Тем не менее Вот пишут Довольно Активно Доброе утро Существуют ли Санитарные нормы Размещения Мусорных Контейнеров Около Жилого Дома Какое Расстояние Кто должен Убирать Около Контейнеров Большое Спасибо Пишут Пятиэтажный Дом РНП Да Ну Насколько Мне Помнится Не ближе Чем Двадцать Пять Метров От Жилого Дома Но Если Места Этого Нет Тут же Как Тут должно Быть Соблюдено Несколько Условий Первое Не ближе Чем Двадцать Пять Метров От Жилого Дома Второе Должен Будь Свободный Подъезд И Контейнер Должен Свободно Выкатываться Ну Вот И здесь Смотрите Как правило Со стороны Фасада Там Где Есть Проезжая Часть Двадцати Пяти Метров Обеспечить Невозможно Значит Будем А следующее Это обязанность Собственников Квартир Через Управляющего Обеспечить Контейнером Свой Дом То есть Управляющий Просто Выполняет Функцию Причем Правила Прописаны Так Что Мнение Собственника В общем-то Никто Не спрашивает Управляющий Обязан Собственники Обязаны И управляющий Обязан Управляющий Делает Ставит Ипсо Туда Где Можно Обеспечить Вот эти Условия Беспепятственного Подъезда И выдвижения Кто должен Убирать Вокруг Контейнера Собственник Земли Или Тот Кто Ее Обслуживает Двор В итоге Дворник Должен Вокруг Контейнера Присматривать Чтобы Из него Не Вываливалось Чтобы Если Что-то Вываливалось Чайки Разорвали Пакеты Убирать Это все Больше Некому Да Телефоны У нас Начали Разрываться Буквально Здравствуйте Пожалуйста Добрый Добрый День Да У меня Есть Такой Вопрос Вот Я У меня Квартира На Илук 22 На Четвертом Этаже Было Время Когда Я Покупала Ее Уже Застекленной Лоджией Но Она Была Деревянная Она Вышла Из строя Потом Потом Были Господин Америк Я Звонила Ему Когда Поднимался Вопрос Еще Точно Не Был Решен Насчет Застекления Балконов Лоджии Вернее Ну И Я Позвонила И Спросила Что Мне Делать У меня Дерево Разрушилось Очень Опасно Стало И Я Хотела Бы Поставить Стеклопакеты Он Говорит Ну Пока Еще Ничего Не Не Решено С проектами Значит Ставьте Чтобы Какого Несчастного Случа Не Произошло Я Поставила А Теперь Что Меня Заставят Убирать Там У нас Половина 50 А то и 70 Процентов Дома Все Заставлены Это Многосемейка Что Мне Делать Теперь Вопрос Понятен Уже Приобрела Квартиру Лоджии Деревянной Сейчас Ответ Очень Простой Господин Америкс Он Всегда По радио Играл Там По телефону Видимо Играл Роль Доброго Дядюшка Можно Решим На самом деле И во времена Господина Америкса И до него Как бы Долго Он не сидел В городской думе И сейчас Есть один Закон О том Что Фасадное Решение Здания Нельзя Менять Без Проект То есть Все эти Добрые Ответы По телефону О том Что Да Можно Пока Еще Мы Не Приняли Все это Означает Только Одно В принципе Те Кто Застеклил Лоджии И не Имеет На сегодняшний День Проект Они Нарушили Закон И Никаких И Ни Ни Остеклений Как Русские Дома Постук Я не знаю Если вы Разумные Собственники Соберитесь Пригласите архитектора, пусть он вам разработает проект остекления вашего здания с учетом того, что уже большинство остеклило. Ведь никто не сказал, что весь дом должен быть застеклен одним рисунком. Может быть несколько, но не каждый сам по себе. Выработайте наиболее приемлемый вам проект, зарегистрируйте его и живите дальше спокойно. У нас еще один звонок сразу. Здравствуйте. Да, здравствуйте, дорогой товарищ Сидорко. Я кингородский дворник, не буду говорить, в каком дом управления. У меня проблема. Негодяи со стороны подложат мусорником диваны, строительные мусоры, чемоданы и всякое дерьмо. Скажите, как мне с ними бороться? Дому управлению это все пофиг. Единственный способ, как вы можете бороться, это фотофиксация. Если вы можете зафиксировать номер автомобиля в момент выгрузки, то обращайтесь в полицию самоуправления. По такой фотофиксации этого водителя найдут, и ему мало не покажется. Это единственное, что я могу сказать. Это единственный способ, потому что я не буду защищать домоуправление. Ну а что может сделать домоуправление? Сказать, ай-яй-яй. В данном случае у нас тоже была такая проблема. Мы попросили наших работников, сделали летучую бригаду. Примерно время, когда такие хитрые люди подъезжают, известно. Поставили, ну словно говоря, посты. Сделали парочку раз фотофиксацию, отдали полиции самоуправления. Как-то они исчезли. Может быть, это не самый хороший совет, но больше мне ничего предложить. Угу. Спрашивают нас, вот пишут, какой гарантированный срок на реновационные материалы? Тут же почему-то 20-25 лет, а потом опять нужно реновировать, а срок эксплуатации дома может закончиться. Дом берет кредит, под какой процент в банке? Надо ли закладывать квартиру в банке, чтобы оплатить кредит? В общем, тут куча вопросов. Ну давайте попробуем последовательно, если я что-то упущу. Вы помните. Первое, значит, срок, гарантированный срок службы строительного изделия, если мы говорим о гарантии, это 2-3 года. Максимальный срок гарантии, который сегодня страхуется, это 3 года. Я считаю, вот это и максимальная гарантия. То есть страховые компании готовы сегодня страховать результат строительных работ на 3 года. За это время, если были допущены строительные дефекты, то они обязательно выйдут. Это первое. Второе. Есть еще понятие срок службы материалов. То есть каждый материал имеет свой срок службы. И здесь я не готов обсуждать, сколько лет это может быть, потому что, скажем, если мы говорим о фасаде, то на сегодняшний день нету того, ни на работу, ни на статистика, сколько он может служить. У меня, допустим, фасадные стены служат с 99-го года. Вот мы их утеплили, до сих пор все это стоит, и пока еще все нормально, и даже признаков того, что есть какие-то, ну, скажем, признаки плохого, ничего нет. Сколько это простоит, не знаю. Хотя, да, фасад требует обновления. За 22 года эксплуатации он уже поизносился, покрытие поизносилось, оно стало непривлекательным. Есть способ его можно помыть, есть способ его можно покрасить, если хотите. Но с точки зрения утепления и целостности конструкции никаких проблем нет. Трубы водопроводные, в зависимости от материала, тоже служат разные сроки. Так что здесь надо смотреть, но водопровод, скажем, и система отопления, они никогда не были лишены, их периодически надо иметь. Сколько лет прослужить, не знаю. Дальше был вопрос насчет процентов. Ну, как с банком договорились, сегодня, я так понимаю, 3,5-4% это максимум. Максимальный процент. Договориться можно и на меньше процентов. И что-то еще было. Да, сейчас, сейчас, сейчас. Можно ли вкладывать квартиру? Не надо закладывать квартиру. Так что еще был вопрос про то, что стоит ли реновировать, поскольку закончится срок эксплуатации самого дома. Но это не так, во время реновации вы как бы восстанавливаете и продлеваете срок эксплуатации вашего дома. Более того, я сразу добавлю, перед разработкой проекта реновации делается обследование вашего здания, и экспертные строители, они сразу скажут, есть ли такие признаки того, что через 20 лет ваш дом разрушится, будет негодным к эксплуатации. Это совершенно точно вам скажут, и в этом случае вряд ли вам даже позволят разрабатывать проект. Точнее, разработать вы его сможете, но через Бу-Валда не пропустите. Поэтому стоит делать все. Дома советской постройки, начиная с 70-го года, они были строительные и проектные, они были предусмотрены на эксплуатации 125-150 лет. Делаем нормальное обслуживание, сохраняем. Просто это не гораздо больше, чем этот срок. Но нормативно, но проектность 225-150. Наверное, уже последний звонок. Да, здравствуйте. Спасибо большое вам за всегда такие компетентные ответы. Вот я думаю, что дворник вам позвонил, я сочувствую человеку, что он такой ответственный, добропорядочный, и за порядок в доме, как бы, во дворе болеет. Вот, таких, наверное, дворников не так много, ну, а надо им бегать с метлой за этими нарушителями. Вот вы же участвуете, наверное, там в обсуждениях, в разных этих комиссиях, там при комиссиях, при думе или где-то. Вот можно же в городе, так вот, как сейчас старую принимают, да, пластмассовую, также и старую мебель, старые холодильники, все это площадки городские, установите где-то там 3-7. Например, у дома мебели, пусть им везут, много же мебели выставляют такой отличной, что ее можно реставрировать. Вот на городском уровне, так, по-серьезному, можно это решить? Вопрос, а не то, что дворник должен страдать. И вот, между прочим, эти машины приезжают. Вот дворник мусор убрал все. Они приехали, вывернули этот контейнер. Там что насыпалось? Дворник уже отработал, ушел. Да, они приезжают во сколько хочешь. Они должны вот это, что они насорили за собой, тут же прибрать. Я знаю, что в Далгу все это прибирают. Может быть, и в Менсковсе. А насчет цветов, эта дама вот, она пусть свои заботы, ой, там воды разольют. Небо поливает цветы, а Крокус и весной, там полным, полно влаги. И Нидерланды цветут, и Венспел светет. А что мы такие серые? Я не то, что пожаловаться хочу, а то, что хочу, чтобы вот Рига расцветала, дворы расцветали. И это же в наших силах. Воды тут хватает. И дело в том, что, например, не я должна ходить дворника умолять. Я умоляла, я просила, они придут, пять человек с детьми, он, да, вот Крокус и уже бутоны вылезли, они выгребли, выгребли, выгребли греблями в шестером, да. Ну, что это за дело? Этих дворников надо учить, как работать. Вот у нас рядом дом, голубая поляна весной, там вот где шелман, да, где застрелили одну осень или весну, не помню я этого охранника. Там напротив шелман, напротив дом, там бойлух весной, да. Вот такая Рига должна быть. Спасибо. Спасибо. У нас очень мало времени. Я отвечу очень коротко по поводу крупногородительного мусора. Условиями мусорной реформы предусматривалось создание большого количества площадок для сбора, бесплатного сбора крупногабаритного мусора. Такое предусматривалось. Но столбики победили, по всей видимости. Зеленое мышление у нас порядок наводить не хочет. А вот столбики, это... А это, кстати, прописано условием, что город Рига выделяет большое количество площадок для сортированного мусора и для крупногабаритного, куда же население может, ну, по крайней мере, бесплатно поставить. Если у тебя нету где-то площадки для сбора контейнерного мусора, то это крупногабарит. Ты можешь подъехать и поставить. Ну, где эти площадки? По-моему, сейчас их заменили на луга. Вот последняя фишка, это будем делать луга. Все нормально. Ну что же, к сожалению, на этом мы должны будем завершить нашу программу. Сегодня добро пожаловаться. Сергей Сидор, Кайвер Гонтерев отвечали на ваши вопросы. Я вижу, есть несколько вот у меня неотвеченных вопросов. Не волнуйтесь, в следующую программу мы как раз начнем вот с вопроса, кто может быть экспертом по оценке неотложенного ремонта, запланированного ремонта, может ли быть экспертом тот, кто будет проводить ремонт. Я обязательно задам все эти вопросы. Спасибо большое нашим экспертам. и до следующего понедельника. До свидания.